Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Значит, с учетом того, что я вам прочитал долги, которые есть, они все списываются, да, на зарплату нам остается вам 3 копейки, значит, и мы проблему в целом не решаем. Вы понимаете, что я говорю? Пока понимаете, слава богу. Значит, дальше. Бюджетное финансирование построено таким образом, что если из бюджета выделяются деньги, то они в любом случае должны быть подтверждены, эти расходы, какие-то документы. То есть, если мы 2 августа им выдавали авансы, или ранее выдавали авансы, мы должны получить в виде документов, что те деньги, которые мы выделили, условно говоря, метрострою, они освоены, вот есть физические объемы, они подвержены нашими подписями, и мы спокойно закрываем эти авансы. Понимаете? На сегодня таких документов нет. Поэтому, в связи с тем, что нарушать никто, когда говорят, что не знаю, как поступать, поступай по закону, либо устал, о вами не говорили, да, то в этом случае было принято решение следующего характера совместно с прокуратурой города, что мы на сегодня, для того, чтобы все-таки начать выплачивать вам заработную плату, значит, что сделал город? Город на сегодня перечислил, для того, чтобы снять ограничения по другим взысканиям с метростроя, в общей сложности 469 миллионов рублей. Сегодня эти деньги ушли в банк. Я вам говорю, вполне официально. Теперь я вам раскрою, значит, детали этих перечисления. Значит, мы перечислили в банк Санкт-Петербург 239 миллионов рублей деньгами, да? Эти деньги сразу списываются, значит, 197 миллионов рублей списывают приставы, значит, потому что я вам их читал по ленту метро Гипротранс, значит, они сразу списываются. Мы не сумели договориться с списывами, чтобы они не списывали, они их забрали. Значит, ну, там берутся еще расходы банка и так далее. Значит, 11 миллионов из этой суммы, из 239, мы написали поручение оплатить те решения комиссии по трудовым спорам, которые есть у судебных приставов. То есть с этого банка 11 миллионов пойдет в оплату вот этих заявок, этих заявлений, которые были рассмотрены на комиссии. 31 миллион мы оставляем, я потом позже скажу, зачем. Мы оставляем на счетах банка Санкт-Петербург, 3 миллиона берет банк за обслуживание, измените такие цели у банкиров, да? И мы еще держим 28 миллионов в свободных денег, тоже зачем, скажу. Значит, второй платеж прошел банк Россельхозбанк, там тоже есть счета микроскопы. Туда перечислено 230 миллионов рублей. Эти 230 миллионов рублей заплачены за выполненные работы по Красносельско-Калининской линии. Вопросов нет, значит, объемы были, мы их подтвердили. Значит, и мы 230 миллионов заплатили, так как было по условиям контракта. Значит, 142 миллиона из этой суммы, из 230, которую я вам назвал, они пойдут в счет погашения вот этих заявлений по КТС. То есть, 11 там в банке Санкт-Петербург и 142 в банке Россельхозбанк. Нами заблокированы, без них, без нас, без города они никуда не денутся. Они сейчас скажут, для чего тоже там сидят. Значит, мы с вами вчера здесь говорили о том, что часть из вас написала заявление, часть была рассмотрена, а потом кто-то говорил, я не писал, я не знаю, но мне должны, кто-то в отпуск, кто-то расчетный и так далее. Значит, на сегодня что получается? Вот сегодня деньги ушли в банки, сейчас расскажу про них. Значит, дальше они поступают, значит, то, что они пошли в банки, их видят судебные приставы. Судебные приставы завтра садятся за столы за свои рабочие и начинают в ручном режиме, по тем заявлениям, которые у них есть, о них, значит, на сто пятьдесят миллионов, как я вам сказал, начинают перечислять вам на заработную, на карточке заработной платы 10. Понимаете? Все поняли? Значит, вы деньги начнете получать, может быть, вечером кто-то, да? Кто-то, может, в воскресенье там получит, кто-то первого числа. Я не знаю, как банки будут работать, как они будут воспринимать эти поручения от судебных приставов, как они вам будут перечислять, то есть эти деньги начнут поступать тем, кому, кто был на комиссии. Значит, дальше мы говорим о чем? Значит, дальше мы говорим о том, что осталось сейчас людей, которые не пошли в комиссию под добрым спором, либо там есть какие-то, значит, претензии по оплате, там, от Суфснейх, расчетки и так далее. То есть что сейчас необходимо сделать тем организациям, которые, руководителям тех организаций, которые здесь сегодня присутствуют. Надо срочно, сегодня, завтра, целый день рабочим, принять от людей заявление от вас и от ваших товарищей, значит, о тех задолженностях, которые вам должны той или иной предприятия. 111, 12, там, 9, там, еще какие-то. Так мы просто не получим... Подождите, подождите, дайте я закончу, потом мы никуда не уйдем, я вам сказал, что последнего разбираться. Значит, вы должны эти заявления написать и потребовать, чтобы их, эти заявления, рассмотрели. Значит, когда они будут рассмотрены, они должны быть направлены, значит, к службу судебных приставов. Вот эти деньги, о которых я говорил, о которых я говорил, 88 миллионов, которые остались в этом банке, и... 88 и... 31. 28, да. Они будут выплачиваться по поступившим решениям комиссии по трудовым строям. Мы дальше будем, понимая то, что мы сразу всех не охватим, что люди пишут заявление, идет время их рассматривать и так далее. Мы дальше будем отслеживать эту ситуацию и будем контролировать через прокуратуру, где зампрокурора города мне пообещал, значит, будут работать с предприятиями, где мы находимся, они будут жестко отслеживать. Поступило заявление, когда рассмотрено, и когда оно представлено на оплату задолженности. И таким образом мы будем дофинансировать на деньги, что есть в рамках этого контракта, будем дофинансировать эти работы. Сколько это времени займет? Ну, наверное, если оперативно все справятся и напишут заявление, они быстро будут рассмотрены на комиссии, то, может быть, мы с обменителем справа. То, что можно было сделать. Значит, другого варианта нет. Если вы думаете, что можно как-то по другому решить проблему, ее по-другому, к сожалению, решить нельзя. Никто закон нарушает деньги. Так, теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, Иван Бреймакс, Мудринадцать, вот у вас дети есть? Есть. А когда у вас ребенок просит маленький, папа, купи мне вот эту игрушку, и ты понимаешь, что ты не можешь, потому что ты отработанные деньги не получил. Нет, это не к вам. Вот как вот нам быть? У нас у всех Новый год, у всех семьи, у кого-то ипотеки, у кого-то кредиты. Люди проценты сумасшедшие по ипотекам уже должны. Кому-то приставы, арестовывая счета. Людям жить не на что. Люди спрашивают дорогу, на дорогу деньги. Пытаются занять, найти. А вы своим начальникам об этом говорите? Конечно, у нас согласовано все. Ну и что они говорите? Нет денег. Сегодня сейчас кто-то получил, сегодня не получил, наша организация. Другой вопрос. Давай, Леонидович, можно вопрос сделать? Я сейчас отвечу ему, можно, человеку ли. Будем говорить сколько, сколько надо. Значит, смотрите, я вам еще раз повторю, может, то, что я уже сказал, да, по поводу финансирования. Я скажу, что не поможет. Бюджет не может отдавать деньги просто так. Мы не можем в пустоту, в темную финансировать работы, если они не выполняются. Так у нас выполнены работы. Ни один прокурор, ни один руководитель высокого ранга на это не пойдет. Вы понимаете или не понимаете? Мы выполняем работы. Да, вот я вам сказал, что для того, чтобы решить сейчас вашу проблему, приняты вот такие решения. Они тоже были непростые, они были сложные. Я вам про это вчера говорил, и сегодня могу сказать, что достаточно много нюансов, когда пытаешься сделать вот такими обходными путями решить эту проблему. Очень много нюансов. Если бы можно было бы покосить, если бы были подтверждены объемы, то мы бы спокойно перечисляли в агенте. Спокойно бы перечисляли. Понимаете? А я вам хочу сказать следующее. Вот то, что по факту население. То, что по факту население. Значит, у метростроя, кроме Невско-Василеостровской линии, которую построили, которая запущена там, значит, ну по ней есть еще разногласия. Мы вчера с Николаем Вадимовичем об этом говорили. У нас еще есть, по сути, вот эти объекты. Ну, первый мы обсудили, да. Значит, Солнцинский диаметр. Есть еще Лахтинская правобережная линия. Так, значит, по ней, по контракту, по контракту, сумма 20,7 млрд. На сегодня подтверждены работы, да, подтверждены работы на 6,7. А в ноябре 2019 года она должна быть стонна. Значит, пока нет объемов работы, финансирование производится не будет. Дальше. Красносельская-Калининская линия. Стоимость контракта 37,7. Выполнение на 3,2. Срок ввода в эксплуатацию 30,06. Если говорить про, значит, Крузинский радиус, там ситуация, ситуация следующая. Там осталось из, я скажу, значит, сначала, стоимость контракта была 25 млрд по Крузинскому радиусу. Потом было принято два восстановления правительства, которые учли дополнительные работы, и стоимость контракта была увеличена до 33,9 млрд. рублей. Значит, осталось выполнить. Сегодня объект готов на 90%. Но там полностью отсутствуют все инженерные сети. Значит, и остаток работ, которые необходимо выполнить по этому объекту, составляет 6,3 млрд. рублей. Мы тоже не можем эти 6,3 млрд. рублей заплатить, потому что ни за что. Их в природе не существует тех объемов, за которые мы могли бы заплатить эти деньги. Вот какая ситуация. Я вам говорю, открыто вы можете использовать эти цифры, где угодно. Это то, что официально сегодня есть у меня и представлены данные от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, который распоряжается бюджетными деньгами. Можно говорить о других нюансах, которые связаны там, кто прав, кто не прав. Они говорят об одних объемах, мы не зачли это, мы не посмотрели. Это детали. Это в общем не влияет на общую картинку. Вот проблема. У кого счета арестованы, там 11 смуг, у кого счета не арестованы, можно деньги пропустить через банк, чтобы сразу деньги пришли... Без матерных. Без... У нас счета арестованы, у нас нет такого, как в других смуг. Почему вы не можете свои деньги получить? Завязывая работу. У нас все официально, все, я не знаю, в чем проблема. Ребята, 5 рублей. Да, 12 смет. Открыто счета. По-прямому, почему нельзя перечислить деньги на сам банк Санкт-Петербург? Совсем мы сейчас будем вот эти делать, как его, ваши судебные приездовые... Это смуг, которая сейчас... ...помиссия по трудовому спору принята с операционной папулатурой. У комитета с вами никаких контрактных обязательств нет. У власти метростроя. Власти метростроя регулярные и нормальные. Метростроя огромное количество незакрытых авансов. Мы по-другому не можем. Мы за эти деньги отвечаем. Так а почему нас под одну гребенку ставят, если у нас ничего не арестовывалось? И работы все выполняют? Значит, вот послушайте меня внимательно. Значит, город, как я вам уже говорил, выделял определенные суммы, которые в виде авансов на строительство метро. Так или не так? Выделял, я вам уже и зачитывал. Значит, когда город выделяет авансы, значит, предполагается, что за эти деньги заплатятся зарплаты за те работы, которые должны быть выполнены. Потому что мы проавансировали вам работы, да? И мы проавансировали по тем объемам, которые указал нам метро. Значит, закупят оборудование, закупят, мероприятия и так далее. А сегодня у нас получается, что мы этих объемов не видим. То есть, в той работе, которую вы делали, она сделана, наверное. Но ее не хватает для того, чтобы дофинансировать и закрыть объем. Не хватает этих объемов. Я не могу заставить Ивана подписать то, чего нет в натуре. Ну, как вы это предполагаете? То есть, вы должны были еще сделать то, ну, там, несколько, например, видов работ, а сделали одну. А где будет из меня заплатить за те работы? Наши работы уже приняты за сентябрь. Я вам говорю, что те, которые были приняты, значит, они были уже оплачены авансами. Другое дело, почему СМУ с метростроем, извините, прозевали этот момент? Я не знаю, я два дня только в теме, извините. Украли, просто украли и все. Так, смотрите, все авансы, которые почитают с метростроем, они были целевые и направлены, распределены тем же самым комитетом. Сейчас у нас от комитета присутствует юрист. Ну, понятно, если с юристами будем разговаривать, так сказать, мы, так сказать, все оценку дадим. Все платежи, которые метростроем проводил по СМУ, сопровождались комитетом и банком. И то, что на данный момент образовалась, так сказать, эта ситуация, вы все знаете, что произошло по Крунинскому радиусу. Что у нас в октябре это изменилось, стоимость контракта, и аванс, который выделили нам 1,8 в августе, только сейчас начали принимать. И из этих работ, всех у нас по Крунинскому радиусу, приняли сейчас за неделю 240 миллионов рублей. По Красносельской линии аванс, который выделили нам в начале года, 900 миллионов, он весь был потрачен на оборудование, и на зарплату мы его тратить не могли. Другой вопрос, почему прошла задержка? Потому что заказчик нам не предоставил площадки, а показать выводку на линии без предоставления фронта работы мы, к сожалению, не могли. Что касается Лахтино-Правобережной линии, аванс у нас полностью зачли, мы на Лахтино-Правобережной, волонтеристически, потому что нам пообещали тут же выдать новый аванс. Но, к сожалению, это не произошло. Не совсем понимая направление города, так сказать, в адрес метрострой, это совместная ситуация, которая загнала нас в город, потому что мы гнали за строками. Значит, вот смотрите, скажите, пожалуйста, когда вы приходите в магазин, вы не приходите с половиной суммы покупать диван, правильно? Или там, например, кровать. Вы приходите, стоит она 3000, у вас в кармане 3000 рублей. Нам вообще... Значит, я вам вчера говорил... Подождите, 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 дайте нам зарплату нашу, которую мы заработали. Я еще раз говорю. Вы знаете, от того, что вы будете кричать и перебивать, мы заработали деньги. А я что против? Ну, так как вы говорите? Давайте деньги. Я стараюсь вам их отдать. Вы тоже получаете. Через судебных приставов мы когда их получим? Послушайте мне деньги. Через две недели. Через две недели? Послушайте меня еще раз. Нас это не устраивает. Я вчера руководителям метростроя говорил, если вы знали, что у вас не хватает оборотных средств, не хватает каких-то других источников для того, чтобы выполнить контракт, зачем вы за него убрались? Вот зачем вы за него убрались? Да вот нам просил город и так далее. Но вы же, извиняюсь, руководители огромной компании, за вами стоят люди. Вы же прекрасно понимаете, что если нет оборотных средств, то нечего ввязываться в такие серьезные работы. Получилось так, и вчера мы об этом говорили, что если бы было правильно произведено перекрестное финансирование, то что такое перекрестное финансирование? Объясняйте. Это, например, если я получил миллиард, а у меня работ куча, и мне надо зарплату рабочую выплатить, то я должен думать, как потратить грамотно деньги. Я должен искать дешевые варианты по материалам, я должен оптимизироваться по расходам на монтажи и так далее. И людям заплатить нормальную зарплату. От нас получилось, что они, как по некоторым контрактам метростроя, непонятно откуда взявшиеся и как обоснованы эти цены. Их, кстати, до сих пор объяснить не могут, почему, например, там бетон стоит другую сумму, или, например, некоторые детали по метрострою, которые были монтированы в тоннелях, стоят тоже другие суммы. Мы сейчас это, это я к слову говорю, но с этим надо разбираться. Поэтому сегодня, вот в этой ситуации, когда мы понимаем, что мы ничего отплатить не можем, потому что нет тех отнюмов, а что-то уже сделано. Мы выбрали этот пункт. Мы и говорим вам, что, ребята, вот вчера он нашел возможность оплатить, сейчас немножко заплатили. Сегодня город, для того, чтобы только снять ограничения, вы заплатили там лишних, значит, почти 200 миллионов, сняли ограничения и пошли оплаты. Другого варианта, пока вы, вы должны написать, кто не писал заявление на КТС, должны написать, быстро, они должны быть рассмотрены. По-другому город не имеет права заплатить, только по-другому решению. У нас нету арестов за счетами. Это не имеет значения. В смысле, не имеет значения. Вот сейчас, вот сейчас, требуют, да, требуют платеж, как, бумагу, от рабочих, для того, чтобы деньги заплатить, правильно? Потому что у них были счета арестованы. У нас не арестованы, считалось, мы только раз. Дайте, подождите, заплатим, проверяемый банк, и все. Ну, никак, мы договорились. Ну, сколько? Да, да. Мы по-другому не могли расплатить. Почему? Мы такое строим. Мы 13. 13. У вас там, Петербург, контролируемый банк, перевозите на него. Почему вы уже не платили, а почему вы ее не платили? Почему не платили? Вы сняли. Для того, чтобы заплатить заработную плату в расчетную счет организации, должны пойти в день жизни. Вы об этом говорили, Николай Владимирович, что у вас нет решений, денег для расчета. Говорили или не говорили? Вы что, подрядчик? Конечно, письма написали. Ну, и что? А при чем здесь, Николай Владимирович? А кто? А кто? Так все, от вас деньги пришли. А где объемы, которые город может оплатить? Скажите, пожалуйста. Ну, где они? Николай Владимирович, выходите, ответ вы слышите. Я отвечу, только не надо меня перебивать. Хорошо. Рассказывайте. Значит, благодаря тому, что генеральный директор Минтрансула предпринял определенные действия лично, СМУ-13 выплатила полностью октябрьскую заработную плату. На сегодня у нас в относительной просмочке заработная плата ноября. А что, ноябрь не надо платить? Да. Значит, не того, чтобы ее заплатить, но я не знаю, ничего не делаю. Мне нужно просто получить деньги на реческие счеты и тут же уехают вон виситокарную. А я вам спокойно даю. Если вы придете, ящик. Я вам сами договорились, что вы мне не придете. Я очень внимательно слушаю все, что вы говорите. Я с половиной того, что вы сказали, не согласен. Я же молчу. Я тоже не согласен. Понимаете? Значит, для того, чтобы это сделать, сегодня я получил указание из прокуратуры. Мне позвонила Валерия Сергеевна и дала команду. Я вызвал шахты всех инженеров и низких работ. Конечно. Я их посадил. Сейчас эта работа идет. Значит, у меня люди, инженеры, остаются в ночь сегодня, чтобы делать эти бумаги. Но это же на ночь делать. Я человек очень послушный. Сказали, что это путь единственный. Значит, я этот путь буду проходить. Я не знаю, с какой скоростью. У нас просто нет такого опыта. Мы никогда таких бумаг, как в 90-е годы только делали. Мы просто уже забыли, как это делается на 13-м суде. Значит, я не знаю, с какой скоростью. у нас 954 человека мы получили заработную плату. Почти тысячи. Это нам тысячу бумаг надо изготовить. И судебным приставам нужно будет изготовить тысячу платежи. Только по одной нашей организации. А что делать? В Академ. Так если этого можно не делать? Если у нас нету счетов, ну почему не выплатить, если они заработают? В чем проблема-то? Раньше платили, а сейчас надо приставы. Я не понимаю вообще. Объемы рассчитываются не только по СМУ-13, они рассчитываются в целом по объектам. Правильно? Значит, одно СМУ сделало, другое СМУ не сделало. Значит, то и в целом объект не готов. Если бы все объемы работы, которые предусмотрены по Крунгу, были сделаны, город бы спокойно перечислил бы эти 6,3 миллиарда рублей и проблем бы не было. Дайте я следующий скажу, пожалуйста, давайте по-суге по-разному. Я не знаю, что в архитектарах стоят, в Алтянку. Они вроде меня поддерживают. Но, как Николай Анинс правильно сказал, зачем мы пришли в магазин с полу стоимости дивана, что-то какие-то диваны. А Рома так не было, что мы пришли на Крунгинский радиус с половиной стоимости дивана. Потом приехал представитель города, сыграл всех директоров, все ваши начальники, сидели в зале, и город уговаривал пойти в этот контракт и начать строить. Это было когда? Оговаривалось при строительстве будет 100 грн. 40 млрд. Ну да. Да. Было. К сожалению, у нас страхировка нет, который подал на нас. Мы не стоим, но стоим, но стоим, но стоим, 90. Знаю, что начиналось в 26-м. Надо вызывать Полтавченко, Албинов, они нам объясняют. А то люди ушли, проблемы остались, и теперь простой человек страдает. В итоге мы с вами купили диван в кредит и рассчитываем со своими деньгами. Действительно. Вместо того, чтобы дать там 40 млрд, нам дали 25 идей. Если сейчас люди во власти, мне пришли, здесь какое-то решение будет, что вы можете что-то сделать, и деньги эти заплатить. Николай Леонидович, а вы как думаете, кроме метростроек, кто-то может метро построить? Вы как думаете вообще? В таких ситуациях за рубль будут стоить? Или у вас проходчики на молотки придут? За 11-30 тысяч рублей контракт у вас проходчик должен получать. Вы придите с собой, посмотрите, как работает проходчик. Просто спуститесь, посмотрите. Если вы думаете, что вы мне хотите глаза открыть на то, что... Сроби метрострою, а метро здесь в Питере никто не построит. Я все прекрасно понимаю. Но я вам хочу сказать следующее, что вот если говорить о цене вопроса, почему так происходит? Ну, наверное, есть какие-то обстоятельства. Для того, чтобы город строил метро, есть определенные деньги. Их не больше, ни больше, ни меньше, да? Но мне одного не понятно. Вот если я солидный руководитель, за мной стоят тысячи людей, как я, но тут, зная, значит, о том, что я в эти деньги не вложусь, влазить в эту авантюру? Скажите мне, пожалуйста. Потому что, потому что, потому что, потому что город заставляет, заставляет метрострою такие контракты подбить. Мы на эти 33 миллиарда, извините, строить ничего не будем. Город сказал, город сказал, город акционер, а метрострою сказал, что мы не будем строить. Вы вспомните, Лафтинопробережный вид, в котором конкурсы были. Мы не вышли два раза на конкурс, вообще не вышли на конкурс. Потом руководство метростроя вызывали и уговаривали участвовать в конкурсе. А зачем же вы соглашали? В итоге, потому что мы городская компания. Давайте, давайте, давайте. И на последний конкурс вышел только один метрострой. Вы говорите, в интернете этих людей. Это те самые люди, которые дорогу жизни строили. Понимаете? Мы сделали пути, когда блокады прорвались. У нас менталитет другой. Не такой, как на простой строительстве, чтобы вы знали. Вы думаете, что я родился в княжской или в боярской сети. Я знаю вашу биографию. Она достойная. я вам хочу сказать, что я на разу, понимаете, что я вице-губернатор работал за 12 лет, когда приехал в Санкт-Петербург. А до этого был простым гражданином. Я знаю, что такое жизнь, коммуналка, я знаю, что такое денег нет и так далее. Я вам еще раз хочу сказать, что на сегодня, вот если бы можно было решить по-другому, ну как вы думаете, я бы ездил бы здесь по зону в Санкт-Петербург, как вы считаете? Я бы, наверное, сделал бы все, для того, чтобы приехать и сказать, ребята, с Новым годом, я все, что мог, дал. Нет, подожди. Я все, что мог, сделал, значит, с остальными вопросами будем разбираться после Нового года. Но на сегодня обстоятельства юридически сложились так, что можно сделать только таким образом. И город еще не отказывается, если дальше будут поступать заявления, просто труд обращать, просто труд заявления рассматривать так, как интересно. ситуацию закрыть и выйти с нее достойно. Понимаете? Прошу прощения. Нам про 7 варя месяца такая ситуация будет. А в 3 варя месяца на вопрос-то... Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, я вас прошу чуть-чуть, минуточку внимания. Нам лидер-губернатор сказал ключевое слово, что зарплата будет выключена при предъявлении документов. Я вот буквально за... Ну, дайте сейчас... За час я собирал всех ректоров, все выводят людей в ночь, все будут работать с поставлением ДТС, это единственная возможность договора, перечислить. Мы сделаем все, чтобы вы получили зарплату. До Нового года? А? До Нового года? Я до Нового года точно не получил. Вот что вы говорите? Как банки-то отдавать? Пишите! Если ты взял кредит, как это отдать? У меня уже банки напрыгивали, просят деньги, дай мне деньги. Паш, вопрос, не рассматривался? Не рассматривался вообще-то? Я туда давал это попроху. Запишите, запишите, я не принимаю. Мы вам деньги дали, держите нам деньги. Все, вот здесь все. и зарплату порезали. А многие на аренных квартирах. Ребята на улицах остаются. начать вчерашнего дня. Вчера вот Илья, мой коллега, два раза конкретно акцентировал просьбу, что если будут выплачиваться зарплаты, на этот, ну, один, по сетябрь, октябрь, то будет выплачиваться не только зарплаты, кто конкретно вот данный день работы, а также и тот, кто уволился, но у него остались не выплачиваемые компенсации по отпускам. Теперь у нас идет информация от прокуратуры, чего они приезжали к нам. Прошлое распоряжение от вашего заместителя, от экономиста, от всех официальных жителей. Со всех реестров убрать строку компенсация за опыт. И наша бухгалтерия тут же в четыре руки бросилась это убирать. Ну, как так? Мы специально работали, чтобы эти стадионы пустить, не раздували штат, работали без отпуска, чтобы лишних людей не забирать, а потом их через два месяца опять не увольняли. А теперь говорят, забудьте про отпуск, вот зарплату получите, кто слава Богу. Вы были на стадионе? Были. Вот я там с утра и в круглую снижь. Выходящий. Все знают, все знают, все знают. По документам нам город должен миллиард двести. Ну, это так, легкая ремарка. Но сейчас пока выработана тема как ищет работе миллиард двести. Николай Вадимович все время говорит о том, что он начинает говорить. Сегодня в рентгенции комитета по строительству, который я должен было закрыть стадион по финансированию. Претензий к метрострую два миллиарда не подключены к капиталу. Которые у нас работы не принимают. Мы сдали КС-2, КС-3, подкрепили исполнителей, все работали, предъявили, прикрепили исполнителей, комитет по строительству нас, к сожалению, не принимали. Будем через суд доказывать свою правоту. И по один, два подали на комитет по строительству. Будем тоже через суд свою правоту доказывать. Но еще раз возвращаясь к... Почему нельзя по порядку? Сентябрь здесь закрывать, дальше октябрь, еще речь еще. А мы у нас тут дотыкание дыр. Тут что-то платили, тут что-то платили. Роман, Роман, я вас наоборот. И в итоге, сентябрь не забыл, очень перебрыгнули на октябрь, перебрыгнули на ноябрь, то забыли... Роман, я вас наоборот. Слышал, ответ он вот такой. В нынешней ситуации город решил платить закладу всем работникам, всем, по КТСам. По КТСу отпуск никак туда не включить. Так что давайте последовательно. Давайте начнем. Значит, вот давайте... В судебном порядке. Мы вчера этот вопрос оттуждали. И я говорил, что... И деньги через пол. Слушайте, ну либо вы выступаете, либо я. Если я из нас... Погодите, говорите, выйдите, говорите. Значит, вопрос действительно вот так он складывается, что оплатить вот эти выплаты дополнительные наверное не получится. Я не знаю. Почему? Надо в этом разбираться. Мне надо переговорить с прокуратурой. Я сегодня каюсь. У меня просто не дошло время до этого разговора. Вот по зарплате мы... Сейчас, сейчас... Значит, по зарплате мы как-то начали движение. Я думаю, что некоторые уже может быть, Владимир Николаевич, сегодня получат, да? Да. Некоторые получат сегодня, остальные завтра будут скидов получат. в рамках текста 40... Вот мне, Иван говорит, не 150 рублей, действительно там что-то вернули какие-то платежи, 144 миллиона. Но там есть, я вам уже говорил, там около 100 миллионов лежит, на всякий случай будем доплачивать. При дополнительном поступлении этих КТСов будем выплачивать по решению по решению КТС. Мне самое главное, чтобы не было вот того, чтобы вы говорили, там, что город не рассчитался и так далее. Если мы не можем рассчитаться с Минстростроем, то с вами мы обязаны рассчитаться, потому что вы работали, вы построили какие-то, ну, какие-то объемы работы, вы выполняли. Так мы не видим этого. Мы вам говорим, что можно выплатить без всяких существующих приставов. Вы не идете на встречу. Пройдите авансом, переведите деньги на... Вы делаете отдельное СМУ. А я вам говорю, что объекты... Ну, мы же за других не можем отвечать. Ну, правильно. Но у нас же ТА не арестованы. У нас же ТА не арестованы. Сронию должны тоже не дать. Значит, мы можем... Значит, давайте двигаться этим путем. Другого варианта пока нет. Если он как-то появится, или как-то придумывают финансисты, как это быстрее решить... Ну, неужели вы думаете, что мы будем там? Как-то планет. По закону задержка за две недели, потом можно поставить по суставу в частности. Вот у нас до ноября, если вы когда-нибудь дадут месяц, мы с первого января можем садиться и ждать, пока месяц вы будете выплачивать. Метрострой строится весь не будет. Я понимаю. Задержки будут у города, но у кого-то у города само пострадает. Само пострадает у кого-то. Мы же понимаем, что это вызовы, что второе, 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 вторая ситуация. Вот смотрите, когда городу нужен был, мы в метростроице. К дамбу кинули в метрострою, направили. Нужна была воинка, идите, метрострою строился. Нужен был стадион, идите, мы там были, в России, в ЛАЭС. Стратили нам не очень, я говорю, по сравнению с другими, там мы не очень там были, мы строили все. Надо было мужество строить, строили, лазили там, лазили везде. Я вот 39 лет отработал здесь. Я только, как говорится, пахал, 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 и всегда вот слышал, что я должен. А я вот, например, что я за работой? Да ничего, только болячки и это как. Ну, когда городу мы что-нибудь, если мы не нужны городу, если город нас кидает? Ответьте вам, ну не нужны мы, ну давайте мы уйдем к туркам тогда, ну пускай они купят нас. Я понимаю, что у вас сейчас сидит одно, вот стоит Бондаренко, он вице-годернатор, я сейчас не про личность, про меня личность, я про то, что вы, как вы меня воспринимаете? Вот приехал от города, посолитый, значит, и говорит, что вы не сделали то, вы не сделали это, значит, а я вам что другое могу сказать? Если на сегодня нету что оплачивать, кто будет оплачивать? Вот нету на сегодня документов, значит, вот даже взять вот эти 2 миллиарда, по Невскому, ну какой, 2 миллиарда жерна? По Фрунзенскому радио, принесите документы, мы их рассмотрим и оплачиваем. У нас все привесено, что сдастся? Сегодня комитет готов работать под круглые сутки, для того, чтобы принимать работу. Так рассмотрите наши вещи. Надо, давайте выходить в ночь, будем принимать работы, надо, будем днем, будет 31-го, и 1-го пойдем работать, лишь бы только зафиксировать и подвинить работы, чтобы вам перевезли деньги. Понимаете, в чем дело? Так мы объясняем, что все сделано, для этого все сделано. Но мы когда начинаем думать о том, что как вам... Вы нас не слышите? Вы меня послушайте, мы смотрим на счета и видим, что у нас долгов неверено, и все, что мы бы вам в зарплату кинули, все бы ушло в уплату тех долгов, которые получились у метростроя. Почему они получились? У них своя правда, у нас своя правда. Мне сейчас трудно... А мы-то таким получаемся, правильно? Смотрите, вчера... Как так там? А миллиарды денег? Они приходят к вам, что у вас денег, поищи. Поэтому я вам говорю, мы вам ваши... Еще раз повторяю, мы вам ваши деньги, которые вы заработали, на сегодня выдать только тем путем, который я вам назвал. Вот подожди, больше раз... Подожди, подожди, Вчера вы сказали... Давайте по-другому по-другому вопросу. Насколько быстро мы сможем опомнить КТР? Да, а вот лучше про это надо... Давайте вот в течение данных. Сегодняшние новости, завтра, сегодня, мы с ним делали... Нет. До Нового года не успеют. Я не знаю, валюта... У каждой организации, у каждой организации больше тысячи человек. Как они успеют? Как я понимаю, списание произойдет мгновенно со счета метростроя на счет пристава. И пристав уже по этому... Это автоматически. Будет вам по каждому конкретно человеку... за счетом пристава. Сколько там приставов сутит на две тысячи человек? Десять человек, и сколько они просто... Да, 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 да. 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 Два-три дня уходит на сколько, чем тысячи человек? Вот. На нахожий коллектив, как два-три дня уходит. Если вы, например, приносите завтра... Ну, понятно, что они тоже люди, они первого в ночь не останутся. А если выйдут первого, то значит... Так это тогда люди другие останутся. Безья, коровы, болты. Не завтра уже все будут пьяны. Не завтра рабочие дети. Завтра они работают. Пойдете проверить. Я с вами поеду. Так, а банки-то не будут работать. Банки завтра работают целый день. А завтра работают целый день. А почему нельзя коллективить подать эту организацию? Чтобы не на каждого, а коллективное. При этом рассмотрим, на коллективную форму, я не знаю. Давайте коллективное подать. Надо узнать. Коллективное дирекорпороны. Сбавать на них, все равно. Нам надо тысячи, а не подматривать. На кто-то дирекорпороны. Давайте я прокурору позвоню, может быть, они как-то дарут. Прямо сейчас. Позвоните, давайте, позвоните сейчас. Николай, давайте сейчас. Все сразу не могут за забытым вопросом. Сейчас позвоните, Тихо, дайте, позвоните. То есть, нельзя разделить мою заработную плату, и о том, что... Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну, то есть, писать каждому заявлению, это время, и рассматривать его время. Правильно? Каждый, если каждый. А вот спрашивают руководители СМУ, и ребятам здесь, только выгодники. Можно с писками. Можно с писками. Ну то просто берешь, пришёшь каля, а потом тебя двигают, ты сам. Она рассматривает отдельное человека, не въедет, да? Время не смиросмот. 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 Субтитры делал DimaTorzok А если не переживать, то они не переживают. Там не ездят. Время не смиросмот. Время не смиросмот. Время не смиросмот. Время не смиросмот. Ваши руководители 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 которым мы будем ждать. Но вы не будете его ждать. Не сентябрь, не октябрь, как вы ждали. Мы уже ждали. А вы будете ждать его в определенный период, когда будет рассмотрено ваше заявление. И на вас вам перечислить деньги. Люди так и не получили сентябрь, октябрь. Так и не получили. Понимаете, если брать ситуацию... Ваши заявления вы писали? Можно спросить? Можно спросить? А вот вы говорите, заявление... Это прокуратура заявление? А прокуратура готова писать заявление? Я обещал. Весь прокуратура... Вы заведите. Это что ты должен... Турзовая следствия? Я сейчас... Пускай работай на письме... Товарищи... Это в итоге ни к чему не пришли. Писать заявление, это он не устраивает нас. Если мы знаем, что есть другой... Если есть вариант, что у нас считание арестовало... Санкт-Петербург, почему нельзя пропустить? Если все у нас там, все известно, что у нас там, как у нас там, просчитано, объемы там, еще что-то... Просто пришли вам показать... Работу обработали. Или дайте нам авансы дать. С банком Санкт-Петербург уже работает. Работает. Почему на приборе... Деньги там есть на счете... Ребята, вот вы можете психовать, кричать... Он ничего не сказал. Он перекладывает с больной головой на здоровье. Ну вот еще один... У нас в директор стоит, говорит, что нам должны, нам должны. А вице-бюрегата говорит, что мы вам ничего не должны. Ну и все. И чего ждать осталось? Я приду на выборы, я за вас тоже бы выставать не буду. Ну тогда что, товарищи, с первого числа бастуем, не работаем. Значит... Сколько вам? С первого числа? С первого числа? Давайте больше не работаем. Пускай город будет без метро. Сентября должны заработать на уплату. Люди с сентября не будут. Почему вы здесь сидите? Давайте с сентября... Я, конечно, добавлю слова мои. С сентября дело даже не в том, как встречать Новый год, да? А у людей уже по 240 тысяч долгов. Банки, кредиты, да? Да, это у каждого своя история, но это же долг. Понимаете? Мне что сказать в январе банку? Потому что, ну, например, тоже мы верим в какую-то часть своим руководителям. Вам спасибо, вы сейчас пришли, вы пытаетесь, да, пару дней вы тратитесь решить этот вопрос. Да у вас были другие руководители. Возможно, что там были совершенно другие условия. Потому что, например, если мой генеральный директор говорит, что обращались 18 декабря, и были другие условия, я, например, почему-то ему верю в это. Как вы боитесь? Ну, не надо так ставить вопрос. Понимаете, я, ну, зачем вы сейчас так говорите? В городе и так далее. Есть объективные, есть объективные причины. Я вам их назвал. Я других причин не вижу. Значит, геройские поступки должны сделать, вы метростроенцы, чтобы пустить эти две станции. Я не знаю, что его не так было. Приходил. Постоянно. Выпередите, сняли бокал, подайте прокладчикам на пропитание. Вот, пальцы показал, мы быстро убрали. А теперь вы вчера, если говорили, а может, вот и структура, которая непонятна, где это отборит. Значит, давайте с этими слухами, пока нам надо решить вопрос выплаты Монзара по телефону. Он может быть решен только одним словом, через заявление на комиссию по документации. Хорошо, мы пишем заявление на комиссию по документации. Да, и включайте туда, пожалуйста, все свои вопросы, которые вы вчера говорили. Расчетные, отпуска. Конечно, я. И комиссия, и комиссия, и комиссия, и все с размахом. Теперь давайте и далее. Я сейчас повторю, я не знаю, что у меня нет, чтобы разъявить на телефон. Сегодня мне звонил прокурор Центрального района и сказал, что из метростроя идет, не знаю, какая там негласная указка, не включать наши выплаты по отпускам в этот реестр. В ТТС и метрострой никакое вмешательство не может сделать. Это какой-то, да, извиняюсь, я на день о метростроя вам адрес на всем заявляю, что вы напишите в комиссии, что и будет. Так у нас, то считай, заморожены. Он ничего не говорит, я чувствую, не будет. И как может, я могу вам говорить, я буду о чем-нибудь говорить. Мещание. Это мещание. Это инстайдерская информация, я вас не буду обманывать. Я вам не инстайдерская, перед вами стоит генеральный директор инстайдера. Это же не инстайдерская. Вы не скажете, что вы за пределы владельца, допустим, мне моя... Я вас спрашиваю, вы физ. Грецов, как я вас могу заставить что-то писать или не писать? Как это вопрос? Вот скажите кто-нибудь, кого я что могу попросить сейчас, если вы будете писать в комиссию трудовых створок, что напишите туда, то и пишите ради бога. Все задолженности, которые есть через приставы, будут перечислены вам, как работникам. Другого вопроса, что сейчас город попросить, чтобы это сделать максимально быстрее. Это да. А кто... Если писали заявление в прокуратуру, это тоже реализовано? Да. А надо написать на комиссию по трудовых створкам. Так а дальше, что мы будем... Январь может писать эти заявления? Февраль будем писать, март. Вы что? Валер разберемся, я не знаю. А сейчас что не разобраться, я не пойму. Мы сейчас разбираемся с теми выплатами, которые были за дентябрь и дентябрь. Давайте с ним разбираемся. Так а ноябрь что? На ноябрь разбираемся. Декабрь уже почти отработали. Давайте еще посмотрите, что за два дня случится. Вот я просто хочу, чтобы вы поняли, как это все происходит. Это бардак. Бардак. Как вас? Бардак. Это даже не то слово, это очень мягко вы сказали. Вот у женщины присутствуют, я бы высказался получше. Значит, когда я приехал и туда спустился, вот Саша был интересен, видел и слышал. Да, я говорил, что я был в теме, но я не говорил. Ладно, это такой вопрос. Можно говорить, что это не моя вина и так далее. Значит, то, что я получал информацию от комитета, от метростуни, я это и говорил, рассуждая, как бы я там решал вопрос. Значит, мы поднялись вместе с ребятами на рюк. Я говорил, что я максимально постараюсь вопросов эти решения. На следующий день, значит, Владимир Николаевич нашел... Николай Владимирович, извините. Нашел возможность облатить части рабочим заработной платы. Так это и было, ведь не получили инженерно-технические... То есть там общая сумма какая была? Скажите, еще раз. Сумма была вообще не связана... Он нашел свои... Работами. Это вообще сумма не связана. Это просто слова, которые я вот спутился за мной, прообещал людям. Я пришел, сказал вам лично, что я 11-я группа, считаю, от 15 миллионов рублей на зарплату. И перечисли. Ну, а с одной приватой... Я не знаю, как распределяется. Другое... Я также наверху сказал, генеральный директор не получает заработную плату, остальные пускай получают. Распределилось так. Была рекомендация прокуроруры. Вот эти все последние. Но все равно это не решает вопрос. Не выречитая, не плач. Город не раскроют. Другой вопрос, что сейчас быстро в моменте не разобраться, потому что у города там есть свои, будем делать КПС. Включайте КПС. Я же смотрю... Включайте... Значит, вчера мы с вами встречались. Я пытаюсь найти возможность для того, чтобы вообще начать перечислять деньги, снять эти ограничения, которые я там его называл, сумму 2 и 2 дня. То есть для того, чтобы нам начать платить вот ту задолженность за зарплату, которую вы имеете, нам надо было сначала погасить эти 2 и 2 миллиарда рублей. Вот за сутки удалось почти миллиард ограничить, значит, ограничить движение, снять ограничения по этим счетам. По остальным мы договорились там в ручном режиме, что мы часть, вот я же вам говорил, мы 200 миллионов, там, 208 миллионов перечислили. Еще сняли один платеж, по которому мы даже не знали, что он там есть. Потом он выскочил, 197 миллионов, мы его оплатили и разблокировали несколько счетов. И когда, я сегодня был у Александровича Библова, да, поэтому просто мы сидели, наверное, часа 2, рассуждали, как же заплатить, я предлагал сразу тобой вариант, что Александрович, давайте возьмем этот миллиард, который у нас нет, и оплатим, значит, части, оплатим метрострою полностью на счета. Потом, когда начали считать, что с того миллиарда, если начнут снимать все остальные по долгам метростроя, там ничего практически не остается. И решили, чтобы хоть как-то выправить эту ситуацию, хоть как-то начать платить заработную плату, единственный возможный путь, это через решение комиссии по трудовому строению. Вы понимаете, я понимаю. Да, понимаю. Понятно. Значит, и на сегодня, я знаю, и заместитель председателя комитета говорит, что банку, я вам точно говорю, деньги уже поступили, и сегодня, завтра вы начнете получать заработную плату, но только те, кто писал заявление. Для того, чтобы эту ситуацию исправить дальше, чтобы не было вот тех вопросов, о том, что мы там будем делать и так далее, пишите заявление, они будут рассмотрены, отправлены в судебный приставок, и по ним пойдут деньги. Деньги там на счетах еще остаются. Надо, мы дофинансируем в связи с тем, что нам открыли этот коридор, чтобы мы могли дать деньги на зарплату. Как бы вы, вы можете мне говорить все что угодно, оскорблять, там, мать указать, я понимаю, но я вам говорю, что по-другому никак, ребят, но никак. Можно вопрос? Вот вы говорите про миллиард вот этот, да, который если подключен на счет, и вот сразу уйдет в разных направлениях. Указанием губернатора нельзя сделать так, чтобы поступил миллиард, и он ушел только на зарплату, а после Нового года не может отменить законодательство Российской Федерации. Там есть с трудом принятое решение, и оно зависит на исполнение федеральной налоговой службы, либо в виде его судебных приставов, которое автоматически должно выполняться. И никто, даже Владимир Владимирович Кулькин, не сможет отменить закон Российской Федерации в какой-то конкретной ситуации. Наша сторона, наша зарплату нарушает, а почему так, не может, не может, в обратную сторону мы тоже не можем. Закон же есть, что они выплатят заработной платой. Почему закон не действует, а не выплатят? А тут все действует. Если бы можно было легально принести этот платеж, его бы провели и забыли бы за это дело, и вопросов бы нет. Просто сегодня... Какой-то абсурд получается. Пропоратура уже и так смотрела, и сяк смотрела. Мы сегодня с юристами, другого варианта. Но очень плохо смотрит эта пропоратура. Ну, мы уже не знаем. Это как получается. Это люди здесь. Микрострой подарил городу яхтенный мост. Стоимостью 2,2 миллиарда. Вот. Кто такой? Не знаю. Не один микрострой. Почему? Почему сейчас не может город сам помочь? Микрострой перечислилла 900 миллионов рублей. 900 миллионов? Миллиард. 900 миллионов рублей. Это наша зарплата была. На сегодняшний день. Правильно, я говорю? Нет? Подариться нам миллиард. Все. Да. А то как городу дарить, так мы все. Уважаемые коллеги, давайте... Но дарили... Понимаете? Все. А что вы подождите? Ну, подождите. Давайте вот сейчас у нас... Все директора здесь присутствуют. Давайте мы сейчас... Ну, с каждым поговорим. Вы подойдете каждому директору. Насколько оперативно? Потому что реакция уже есть в ТТС. Другое в том, что какая информация там... Мы, я думаю, что за вечер сейчас общую цифру сформировали по ТТС. Я смотрю, когда я на Николай Леонидович завтра с утра выйду, скажу, что у нас вот такая цифра. И дальше мы уже будем выходить на губернатора, чтобы по возможности, чтобы приставы вышли из ситуации и перечисли вам до нового года зарплату. Ну, вот мы сейчас... Ну, если это принято решение, единственное органом у нас, который контролирует законодательство, прокуратура. К сожалению, мы тут сейчас никуда не выскочим из этой дилеммы. Сейчас карта... Ну, вы знаете своего руководителя. Я постаю с каждым распишем, у кого-то уже цифра сформирована. Потому что туда ехали все, понимали масштаб детства. Доложим Николаю Леонидовичу, надо будет... Мы услышали же основное, что дофинансируют в городе, для того, чтобы все получили по ТТС. Завтра, я понимаю, какой-то либо галлива нет будет от вас. То есть мы вам все пропустим и говорим, что вот это СМУ вот только заболосит по ТТС, вот это вот только, но вот это уже должно быть. Общая и полгода. Потому что приходил сегодня глава, извините, сегодня был глава трудоинспекции, и мы с ним обсуждали как раз за то, что у него не совсем постоянная информация есть. Правда, он у нас, считай, нажал цифру порядка 500 миллионов рублей по ТТС. А подавать ТТС с рук будет? Не каждый рабочий танец. Скажите, пожалуйста, мы этот вопрос-то точно вот на самотек не пускаем. Конечно, СМУ. Конечно, СМУ будет носить на Большую морскую... Значит, вот, смотри, судебным приставом... Не, ну сначала рабочий можно написать или как это все? Да, да. Нужно суммы быть конкретной. А вам бухгалтерия на суде. Суммы есть. Да. Да. Будет ли, девочки... Скажите, пожалуйста, вы, друзья, шахты нам отопрались? А? Сказали, ребята, все, кто здесь находятся, получат зарплату. Мы поверили, мы вышли. И что интересно получается на следующий день? Бригады... А остальные трое нет. А я не знаю. Она ведь не хватила. Денег не хватило. Но, подождите, иногда мы там с вами были, мы оговаривали эту сумму. Я даже помню, что это было не 15 миллионов, а 13. Ну да, вы говорили, 15 миллионов, 2 миллиона. Да, да, да. Перечислили 15 миллионов. И он перечислил, нашел возможность перечислить ваше СМУ, значит, эти деньги. Я был полной уверенностью, что руководство СМУ по тем суммам, которые были, составляли 13 миллионов рублей, заплатит вам зарплату. Скажите, пожалуйста, или спросите, почему не заплатили? Все 13 миллионов были перечислили в рабочем. Да потому что это... Да, хватит эту сумму у всех, кто... Нет, подождите, тогда речь шла только о тех людях, которые получают шаг. А остальные те, кто не пришел в тех, кто там был, это не люди. Ну при чем тут не люди? Ну при чем тут не люди? По тем, которые остальные, мы сразу говорили, что по остальным будем работать. А по остальным прошло два дня, и вы говорите, перепишите бумажки и ждите. Я не говорю, что перепишите бумажки. Вы писали в заявлении у прокуратуры, а я вам говорю, напишите на КТС. Потому что так может только решать. Хорошо, следующий вопрос. Мы пишем заявление на КТС. Какие суммы выплаты входят? Какие месяца? Напишите. Нет, вопрос следующий. Мне кажется, люди уволились даже в декабре. Люди, которые уволились в декабре, они по закону тоже должны получить выплаты. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь заработную плату и отпускные за декабрь. Эти люди получат, кто уволился в декабре, свою заработную плату за декабрь. В заявлении пишите все подробно, за что и какие суммы вам должно выплатить в ваше предприятие. Я объясню почему вопрос. Пишите все. Вы пять раз этот вопрос задаете, я вам еще раз говорю. И Николай Вадимович вам говорю, пишите подробно в заявлении, за какой период вам нужны заработные. Я не знаю, что решит судебный пристав, читая ваше заявление. Входят туда расчетные, не входят. Я не знаю, рассматриваю не я. Я вам говорю, пишите все, чтобы потом не было возможности его переписывать. Не надо потом переписывать, самое главное первый раз. Я понял, вы вопрос чуть-чуть, может быть, не поняли. Именно про месяц, люди, которые уволились в декабре, они могут читать эти заявления? Я не знаю. Отмечая чему, молодежь говорит, пишите подробно. Ну надо выписать, дальше будет пить. Я только такой, я молился там, в 20 декабря, я прошу вас, выплатить на должность, заработной платы. Да такой, 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 такой. Еще один, еще раз. Мы должны платить алименты, которые по КТСам не проходят. Да, да. А я этот вопрос обещал узнать и не узнал. Сейчас я его, я сейчас узнаю. По закону алименты по КТСам платить не можно. Николай, я уходился, я бывший работник по 11, я уходился на 10 ноября. Вот, если мы придерживаемся к букве закона, я уже должен был получить, ну мне должны зачитать, и на ябд там частично заработная плата и частично отпускание от улены. Почему по букве закона меня должны были уже рассчитать. Когда вот я получу эти деньги, вот скажите мне, пожалуйста, по закону, вот студенты вот поступят на счет от улодинских денег, да? Они должны сделать. Не на счет, не на счет, мы же говорим о том, что деньги через предприятие ваше не по законодательству, когда меня рассчитают. Я терпеливый человек на ответ, мы всех терпеть приучают. Напишите заявление, ищите, пожалуйста. Напишите заявление. Закон наши государства не разрушат. Раз, говорю, раз закон нарушат, и другим путем его решить нельзя, надо решать тем путем, который предлагают. Напишите заявление, ищите вы. Закон наши государства, ищите, 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 ищите. Закон наши государства, ищите, 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 ищите. Значит, к этому работе. Прислючается второй фактор. Я, например, жену терпеть не могу, да? И детей я тоже не плачу, и не плачу. Но тогда надо будет подавать на него в суд. Взял предварительно справку, что все деньги, которые были ему положены, в том числе с алиментами, были выплачены этому гражданину в рамках, значит, выплаты за должности заработной платой. Вы только должны той женщине, которая обратилась в рамках, чтобы эти деньги, алименты, включили ему за должность. Она должна подать на него в суд, прямо при техникур, дать по голове, чем ему лучше, чтобы он заберет. Насмелие лекции не переведите. А скажите, вот наши все счета лежат в прокуратуру. Ходили наши люди туда, и все наши, сколько мы должны получить, все наши расчетные счета, все в прокуратуре. Почему сейчас нельзя вот эти деньги, ну, они же видят там все, дать нам эти наши деньги. Ведь они у нас все там. Прокуратура надзирающая органы. Если они получили ваше заявление, они в соответствии с своими полномочиями должны от них потреблять. Что они делают при получении вашего заявления? Они, конечно, начинают предъявлять претензии к руководителю того предприятия, который вам не выплатил зарплату. Правильно? Правильно. Вот я знаю, что дети даже попали под преследование. Аж не попал. Ну, бумажник попал, ну, право Бога. Значит, изолбую. Куратура может возбудить... Так если у нас все, я не понимаю, если у нас все чисто, у нас нет никаких, я не знаю, задолженностей, нет арестов никаких, почему мы не можем зарплату добиться? Я ничего не могу понять. В чем проблема? Почему я должен писать эту бумажку, если у меня все нормально? Ну, так, председатель директору. Я надеюсь, что город подтверждает, что эту сумму нам перечислил. Дальше я желаю, так сказать, делать судебный приз, но с твоего выхода не будет. Если у кого-то есть ко мне вопросы, может, я правильно понял, что если не хватает денег, на всем свободу, а я делаю 28 миллионов, у нас только 57, чисто заработная плата. Заработная плата. Заработная плата. У нас есть 28 миллионов. Здесь, здесь, города, сегодня 239. Возвращение к вам, приставу возьмут с любого. У другого. 239 уже подвески в Санкт-Петербурге. Значит, если кто-то хочет что-то спросить, то сходите. Вы только кое-что, у нас в Санкт-Петербурге заморозили, а денег просто нет, денег нет, но вы держитесь.